Наша съемочная группа побывала в городе воинской славы Дмитрове, где мы встретились с ветераном Великой Отечественной войны, почетным железнодорожником Советского Союза, 98-летней Марии Барсученко и ее подругой, краеведом и, можно сказать, биографом Марии Тимофеевны Таисией Шолоховой. Расскажите, пожалуйста, вы как после войны нашли друг друга, почему вы вместе, почему вы дружите? Я работала в музее научным сотрудником, как раз в военном отделе, и занималась боевыми путями 1-й ударной армии, 30-й, 20-й и 16-й. Четыре армии участвовали здесь, вот в этих событиях. Ну и вот таким образом мы с ней познакомились, как с участницей. Мария Тимофеевна, вам сколько лет было в 41-м году? Ну, 20 лет мне было. 20 лет? 21-го года, да. Вы каким образом на станции служили, работали? Как это произошло? Когда? Я в 1939 году приехала в Сибирь, я сибирячка, города Омска. Вот, и когда я сюда переехала, мне брат, ну, двоюродный брат, жил в Икше. Я была фашиста одна, родителей у меня не было в деревне в Сибири, и он мне выслал денег, и это взял мне сюда в 1939 году. В 1939 году очень было трудно строиться на работу, нигде не было прописки. Ну, как железная дорога всегда страдала рабочей силой, меня взяли стрелочницы. Я даже не знала, что это стрелка, я очень плохо видела железную дорогу. И когда я нашла работу, устроилась, и прихожу домой и говорю брату, я устроилась на работу. А он говорит, ты кем? Я говорю, стрелком. Он говорит, да ты что стрелка? Я не знала, что это за стрелочка, что она должна делать. Я говорю, ну, мне сказали стрелком. Ты что стрелком? Еще, говорит, сама себе застрелишь. Я говорю, да нет, вроде не то. Потом разобрались, что я встраиваюсь стрелочником. Прошла комиссию на железной дороге. Говорят, кто изучит железную дорогу, надо путь соли съесть. Здесь видно, кто может работать, а кто даже с красным дипломом не может работать. А почему? В чем сложность? Сложность в том, что железная дорога, она же пропускает эшелоны, пропускает людей. И вот возьмите вот стрелку. Вот стрелка, подумай, что-то мне говорят, подумай, стрелку перевела. А стрелку перевести, значит, рельс и два пера. Она направо и налево переводится. На два пути эта стрелка пропускает поезда. Если вот перо к этому равному рельсу не пристанет, более 4 миллиметра, значит, поезда пропускать нельзя. И очень много таких, что надо запомнить, надо знать наизусть. Очень тяжело. Клады были очень маленькие. Я устроилась на 17 рублей. Но я немного проработала. Потом практиканты. Потом мне послали младший. И уже к ноябрю месяцу я уже стала старшим стрелочником. Вы где были в тот момент, когда узнали о начале войны? Ну, я... О начале войны... Немец уже в 4 часа в Абинке, это Киев, а нам объявили только в 12 часов дня. Вот было очень тепло. Мы собрались на канал купаться. И пришли, это... Раздеваемся и смотрим. Вот бежит у нас с общежития девчонка, бежит, бежит. А я говорю, девчонки, у нас очень часто горело общежитие. Они деревянные. Я говорю, наверное, что-то случилось. А вот она прибежала и сказала, что объявили войну. И понимаете, вот по каналу все люди сидели, раздетые, и в одежде на ходу одеваются и бегут на станцию. Вот на станции стояло радио, и мы узнали, что война. И уже даже к вечеру уже солдаты шли. И объявляли, что задние вагоны не занимайте. Вот как вот на ходу люди шли на фронт. Ну, конечно, немец хотел поживиться Москвой. Он уже быстро стал занимать города. А у нас, значит, ничего не было в запасе. Мы очень плохо жили. Но с продукта было. А чтобы так достать вот что-то... Ну, с одеждой ничего. Сразу переключились на военный лад. И вот начальник станции собрал нас всех. И говорил, Каганович у нас был министром. Он не говорил, а он просто кричал. Вот что все железные дороги находятся... Это с сегодняшнего дня находятся на военном положении. И вот мы, все железнодорожники, были на военном положении. Это еще, когда он далеко был, немец. Когда стал приближаться, вот. И, значит, захватывал все время города. Очень было больно. Смотрите, этот город сдали, этот город сдали. Очень быстро приближался. Вот, и вот, стало уже бомбежка. Вот, стали бомбить. Вот дежуришь, и общая тревога. Вот раза три-четыре в день. И смотришь, откуда он прилетит. Вот, и вот 11-го числа. Вот сейчас у нас. Вот, я дежурию с двумя стрелочниками. 11-го какого месяца? Ноября. 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 Вот, такой морозить в снегу не было. И вот в три часа, вроде до трех часов, не было никакой тревоги. Вроде немножко душа отошла. Вот, и в три часа дежурный заказывает маршрут поезду. Приготовили, и стоим, и ждем пассажирский поезд. И слышу гул в немецких самолетах. Не такие, как у нас. У нас летит, а тот прям бух, бух. Очень страшный. Но не видно его. Я дежурную докладываю. Я говорю, летят немецкие самолеты. Он говорит, закрой стимофор. Вот, закрыть, чтобы поезд задержать на переводе. Вот, я кричу, девчонки, ложитесь. И сама лебедка была тут на краю. И озеро у нас прям было возле этого. Возле первой пути. Сейчас немножко высохло. И только я вот взяла вот закрыть стимофор. Он далеко, а за переездом, пока его закроешь. И взглянула я на небо. Летят три самолета. Один вперед, два по бокам. И я вот, или я закрыла, или меня. И вот бомба попала вот рядом, где у нас болото было. В болото. И это болото, я не знаю, вылилось. Прямо вот, где я закрывала стимофор. Я не помню, я закрыла, или на меня навалилась эта грязь вся. И я лежала, не помню, сколько. Но когда потекла вода мне по шее холодная, я пришла в чувство. Я давай выбираться. Сразу открыла мне лоб разбитый, борода разбита. Это все смешалось с глиной. Ну ладно, я вылезла, снимаю телогрейку, снимаю платок, отряхаюсь. Посмотрела на станцию, а с станцией сяло в дыму. Вот все три самолета. И они всю станцию разбомбили. Прямое попадание начальнику станции в кабинет. Прямое в багажную кассу. Семь человек погибло. И тогда очень было с хлебом плохо. Была палатка тут прямо на входе. Вот продавали хлеб. И аккуратно привезли к этому времени, к нем часам. Очень было народу много. Шестьдесят человек погибло. Десять человек железнодорожников. Ну пока мы тут разбирались. И подходит уже 28 числа. Чтобы людей много погибло, некому было работать. И общежитие у нас перенесли туда, в ЖБК, в завод, подальше от железной дороги. И вот утром идем на работу. Смотрю, с общежития никого не осталось. Кто-то близко жил. Ушли домой. Мы вдвоем только с девчонками идем. Вот оттуда с горы. Они вместе уже... Он к яхроме подходит. Слышно взрывы. Видно взарива. Горит все. Думаю, куда мы идем? Ну пришли к начальнику станции в кабинет. Он пришел весь всталый. И говорит, товарищи, у нас положение неважное. Ну вы идите на посты и из поста без моего разрешения или дежурного по станции не уходите. Вот, значит, ночью был приказ выкурировать станцию. И ночью разведка доложила, что немецкие солдаты хотят в Вербилках перейти на восточную сторону, чтобы соединиться вот с Ногинским. Вот там войск нет никаких наших. И теперь вот бронепоезд, вот, его отправили ночью в Вербилки. Самое трудное вот место вот здесь вот было. Если бы не доложили, что немцы хотят в Вербилках прорваться, в Вербилках там вообще никакого. Да и здесь что у нас 50 человек было? Чего они тут с танками сделали? И бронепоезд так и был бы там возле Лобани. А то он пошел туда, показал им, что бронепоезд здоровый, так крепкий, и они уже повернули на Рогачева, на Яхруму. А тут опять их задержали. Гитлер предлагает Генштабу разработать новый план. План окружения Москвы под кодовым названием «Тайфун». Перед вами фотография из немецкого журнала «Операция Тайфун». Смотрите, кольцо вокруг Москвы сжималось. Запада окружена, с юга армии Гудериана, на севере группа «Центр фон Бока». Фон Бок удачно начал военные действия. 24 ноября немцы захватили Солнечногорск, 25 ноября Клин, 26 Рогачева, 27 вечером пришли в Яхруму. А утром 28 по мосту двинулись прямо на Дмитров. И пройти оставалось маленький кусочек. От Дмитрова на Загорск, а от Загорска на Ногинск. В Ногинске встретится Москва, Капут, в Кольце. А в Дмитрове не стояло таких больших войск. Он бы напрямую... А не было совсем... Загорск и в Ногинск все. Значит, я прихожу на станции, трое стоят с сумками, все знали, что они уже уедут. Смотрю, стрелки не чистены, ничего. Я говорю, вы что делаете? Стрелки все в снегу. Они мне ничего не сказали, все трое побежали. Думаю, в чем дело? Не знаю. Это стрелочность тоже? Стрелка, смена, смена. Я меняла их. Я дежурному докладываю. Я говорю, стрелки не чистены. Вот я говорю, я пришла одна на пост. Он сказал, ладно, разберемся. Ну, ладно. Вот. Ну, взяла я, давай скорее что-то тут подметать. Теперь дежурный по станции заказывает маршрут вот с канадстроя на Яхаруму по езду. Я пошла готовить и смотрю, что слышу, уже вот столбы рядом с этим, с проводами. И пули свистят по проводам, свистят, а немец уже в Яхаруме. Я прихожу, я говорю, дежурный, куда мы отправляем поезд? Я говорю, пули свистят по проводам. Он говорит, такой приказ. Ну, немного погодя идет поезд, небольшой. Вот с канадстроя тут станки и три вагона горючего там, цистерны. Вот ели до сих пор, помню номер паровоза, 43-10. Машинист Бирюков Иван, высокий, красивый такой мужик, еще помахал мне рукой и поехал. Думаю, куда он поехал? И, конечно, этот поезд до Яхарума не дошел. Его немцы остановили тут вот недалеко от памятника. Бригаду забрали в плен. Значит, уже мост наши немцы заняли, и Перемилово было занято. Вот они остановили поезд, а Перемилово уже вот на этой, на восточной стороне. Вот. Немного погодя дежурный звонит. Говорит, поезд не прибыл в Яхаруму, готов маршрут бронепоезду по четным пути. Это пошел по нечетным, а надо готовить по четным. И осталось в Яхаруме, одна путь занята, вторая вот сейчас бронепоезд будет, и Перемилово занято. Значит, я пошла готовить. Одну стрелку сделала, побежала к другу, и вся в снегу. У меня метла сломалась. Я давай грести руками. Смотрю, бронепоезд идет. Что такое? Я говорю, стрелка не готова. И не доложила, что маршрут готовый. А пояс идет. Я так вот рукой у нас, если что, кручу рукой, одной кручу, второй выгребаю. Никакого идет. Теперь я вытаскиваю с кобуря красный сигнал. Держу красный сигнал, а сама все рукой гребу. И когда я поднялась, вижу, что уже ему не остановиться. А в Пере еще снегу много. Я выхожу с этой клеи, беру баланс, вот чтобы стрелку перевести. Это баланс 15 килограмм весил. Вот, перевожу его и ложусь сама прямо на этот баланс. Думаю, может, что-то я придавлю, потому что еще снегу много было вперед. А у вас-то какой вес тогда был? Вы-то сколько весили? Ну, сколько весило. Тогда весило, ну, килограмм 60 было. Да. И я давлю его, давлю. И когда только наступил он вот на это, он меня как подкинуло вместе с балансом. Я думаю, ну все, сейчас буду под поездом. Нет, вроде остановился. Думаю, зацепить так, зацепить, зацепить так, зацепить. Ну, хотя бы бронепоезд прошел. И бронепоезд прошел. Получается, вы сами приняли решение о переводе вот этой стрелки? Ну, как решение? То есть вот идет уже этот бронепоезд, деваться уже некуда. Некуда. Никто вам не давал никакой команды? Ну, команду мне дали. Но дело в том, что я приняла, что вижу, он не остановится. Он пройдет в разреже стрелки и свалится. У меня все засыпало там снегом и в глазах, и во рту, и все. Я нажимала. И когда я только поднимаюсь, смотрю, возле меня стоят два солдата. Уже немного пришли, человек 50, наверное, на станцию. И они думали, что я диверсию делаю. И все, ты что тут делаешь? Я говорю, чего я делаю? Вот, я говорю, какую диверсию? Я говорю, посмотрите, вот, отпустила этот баланс. Я говорю, идите, посмотрите, сколько я нажала. Это точно бы сошел состав. Ну, состав прошел. Аня говорит, а ваши уехали? Я говорю, как уехали? Да, говорит, станция эвакуировалась. Я прихожу на пост, звоню. Никто мне не отвечает. И паровоз у нас стоит, один паровоз стоит. Я побежала на станции. Станции уже военные. Там человек сотня, не знаю, сколько было. Два пулемета стоит на вокзале, на платформе, накрытые. Меня не пускают в дежурку. Я говорю, ну, я посмотрю, что они взяли там или чего. Конечно, они всю аппаратуру забрали и уехали. Вот в вербилках стояли мне. Уехали не в вербилке. Ну, я военный. Мне же никто не снимал с поста. Я пошла к машинисту. А машинист говорит, начальника вызвали в администрацию. Но я пошла на пост, куда больше некуда. Ну, посидела немножко в будке, опять вышла. Давай мести. Думаю, где-то хоть промести, чтобы... Встала на стену, наверное, час-полтора. И самотой бегут с перегона два военных. Вот бегут. Я пошла им навстречу. Вот. Я говорю, что такое? Он, это, знаменский вот, это, капитан. Еще один. Подбили паровоз бронепоезда. Ронепоезда стоит. Это вот, который вы пропустили? Да, который я пропустила. Вот. Нам надо паровоз. Я говорю, ну, вон паровоз. Я говорю, вон паровоз, бежите. Вот. И думаю, еще стрелку. Давай быстро сделала стрелку. А тут вот канал, это, на Красной горе немцы уже только канал пересекает. Там низина, а Дмитр весь на ладошках. Ну, видели тут швейцы люди? Такая стрельба. Нельзя было. Ну, я сделала стрелку и так вот машу, что... И вот наш паровоз поехал на перегон, и он прицепился к бронепоезду, и он 10 дней, значит, утром 29-го, вот, выгнали немцев с Перемилова, вот, и стали взрывать мост. Кузнецов понял, что больше сил нет удержать. Вдруг 29-го бы новая пошла волна наступления. И тогда Кузнецов принимает решение, согласуя со Сталиным, со Ставкой мосты взорвать. И знаете, машина с рычатки, и 16 человек, это, солдат полегли. Да, один был у меня дома, один остался. Единственный остался, Юлдаш, Бабаджановцы, Каракалпахи. И 10 дней не было, у нас некому было, если бы не бронепоезд, но они подбили 9 танков. Сейчас уж, говорит, 30, я говорю, может, 50, скажете. И вот только благодаря бронепоезду, вот, Дмитров уцелел. Благодаря ее действиям она открывала стрелку бронепоезду. Немцы к Дмитрову не прошли, кольцо вокруг Москвы не замкнулось. Операция «Тайфун» лопнула на Дмитровской земле. И вот так вот сложилась история, да? Вот смотрите, то, что вы перевели стрелку, дали возможность проехать бронепоезду. Бронепоезд мог вести бой. Дмитров не взяли. Кольцо вокруг Москвы не замкнулось. Ну, Москва выстояла, в том числе, благодаря тому, что простая русская женщина с именем Мария вовремя обеспечила маневренность бронепоезду. Значит, даже один человек может повернуть историю. Она спасительница города. Не только города, получается, а если смотреть больше. Города и вообще этой операции «Тайфун». Если бы не она, «Тайфун» бы продолжил свой путь к Загорску и к Ногинску, и место встречи. Все, закончилось, капут. И Гитлер сказал, что канал не бомбите. Воду по каналу из матушки Волги направьте в Москву. Москву затопим. И на месте Москвы сделаем море, которое навсегда скроет от цивилизованного мира столицу русского государства. Я не говорю, что я что-то очень сделала. Но дело в том, что я не ушла с поста. Мое было дежурство, и я выпала на его до конца. Бой, когда шел, вы же его видели или слышали, или вот что? Знали, что там что-то происходит? Так, знали, так знали. Уж поле свистели, откуда они? Конечно, вот с Яхармой. А потом я пока вот встала, пока эти военные подошла, я говорю, видите, я говорю, если бы не я тут сошел, уже немцы были у Дмитрова, уже он стал стрелять. Радость. Когда была победа наших войск под Москвой? То есть это считается таким очень серьезным шагом? А победа, вот я рассказывала, бронепоезд. Вот наступление 5-го числа, но не 5-го, 6-го контрнаступление. А 5-го мы еще выводили состав, который вот остановился. Вот так он стоял на перегоне. 5-го декабря, день Конституции. Мы приехали в вербилке, а там уже кто-то принес письмо, убирайте поезд с перегона, будет наступление. И вот самый вот тут перелом. И все же выдержали 10 дней. Мария Тимофеевна, немцы так и не узнали о том, что именно благодаря вам, вашему подвигу, не смогли они сомкнуть кольцо, и операция «Тайфун» провалилась. Ну, наверное, писали, может, и знали, писали же. Нет, ну вот они, это снимок из немецкого журнала. Вот этот? Да. Видите, там на немецком языке написано вот заголовок. Вот «Тайфун», да. Что эта операция вот так успешно продвигалась. И если фон Бок здесь не устоял, он, фон Бок, командующий армией центром, и 35 генералов были сняты Гитлером. Благодаря, Мария Тимофеевна, со своих постов. Ну, да, это как более чем себе. Как же не знали. Значит, знали. Когда фон Бок лишился всего и 35 генералов. А кресты у нас в музее. Они целыми ящиками, здесь Ольгова была, такое большое, ну, кровопролитные бои под Ячево, Ольгова. Ящики привезли в музей с наградами за взятие Москвы немцам. Они уже были заготовлены. Парад должен был провести в честь октября на Красной площади фюрер. А все говорят, подумаешь, стрелку перевела. Ну, вот за это мне наградили орден Красной звезды. Из Загорска же пришла первоударная армия. Вы встречались с кем-то, видели? Кузнецова, может быть? А Кузнецова я видела уже после войны. После войны? Да. А это, она же... Ну, вот Ваше, вот, написал книгу. И он, паравиатизация была в музее, да? Презентация была. Презентация была. Презентация, да. Там было очень много ошибок. Это где, кто он? Сейчас мы про кого говорим. Ваш Сергеев Посадский. То есть, и Сергеев Посадов кто-то, кого вы не знаете. Так. Или, знаете, и он говорит, ну, я вот в орденах сижу, и я смотрю, он так посмотрит на меня, скажет, наверное, это знает все. Вот за Горска идет дорога, вот, за Горску. А станция Иванцева за Дмитриевым. И вот эту дорогу, даже из Поварова окружную, ее только открыли в 51-м году. А он говорит, что наши солдаты с Загорска выгружались на станцию Иванцева, чтобы уже начать это наступление. Я думаю, то ее и не было, она только была заложена, а еще с Повара его не было. И мне не дали выступить. А где тогда они выгружались, получается, наши солдаты из Загорска? Сколько тут, 70 километров, они шли пешком. Шли пешком. Они в шубах шли, они в валенках, они такие рюкзаки, у них все там с ноженей, и еда, и оружие. И вот один уже, уже после, мы приехали, вот, пришел и сел, снимает валенок, и так переверстывает, и выливает кровь. Кровь из валенка? Он растер ногу. Или малые валенки, или 70 километров пройти и принести такую. Шли пешком. Почему 10 дней это, не было наступления? Нечем было, ждали сибиряков. И бронепоезд держал их за кана, в яхрами. Они там все подели, они все куры. Они уже стали выгребать это с погреба и картошкой, морковь, все. Страшно было, честно? И страшно, и как-то не знаю, что будет. Вот, не знаю, что будет. Ну и, смотрю, идет начальник станции. И стоит у меня по глади, у меня по голове. И говорит, а где? Где вещи-то у тебя? Я говорю, ну, в общежитии. Ну, говорит, иди, бери, иди в вербилки. Наши будут стоять в вербилках. И, понимаете, я шла. Вот, было, идешь, то дым с трубы идет, это, поселок ведь. То петух ей поют, то собака лает. Никого не было. Я пришла в общежитие, вещей моих нет. И с общежития, когда вышла, и я вот к городской милиции приходила, чтобы выйти на линию, ни одного человека не встречала. Вот, был мертвый город. И когда у нас там церковь, я подошла к церкви, обошла, кругом помолилась. И смотрю, что у меня платок поднимается, поднимается. Я смотрю, а у меня волосы дыбом стоят. Я вот так испугалась, что вот в этом городе я только одна, где люди попрятались. А немцев вы видели, немцев? Убитых, может быть? Танки подбитые, что-то видели? Танки-то, да, танки видела подбитые, а немцев не... А немцев, понимаете, вот как. Значит, мы стояли в вербилках. Вот, 5-е число, день Конституции. Начальник станции говорит, у нас на паровозике нету угля. Надо ехать в Дмитров. Вот, значит, едем мы в Дмитров. Один вагон взяли, вагон и платформа, чтобы нагрузить это. Подъезжаем мы в Дмитров. Начальник командует Гончаров, Иван Петрович, и Литневская в разведку. Сделать стрелку на склад топлива и дойти до станции, посмотреть, что там творится. Ну, чего, думаю, и мужики, если почему меня-то, сказать нельзя было ничего. Что нет, никогда не говорили. Я прыгаю, прыгаю, Гончаров. А этот Гончаров, он очень боялся этих самолетов, бомбежки. Прятался нас на посту. И вот мы идем. Идем, стрелка, думаю, готова, как пройдут и на склад сделают. Идем к станции. Проходим, ночь светлая такая, и это морозит. И следов никаких не было. Он половина прошел, у него рукавицы такие большие. Он так вот берет их, кладет на рельсу и садится. Я говорю, Иван Петрович, а чего? Знаешь что, Маня? У меня семья. Убьют меня, будут за мной плакать. А за тобой плакать некому. Иди сама. И я пошла. И значит, с этого вагона еще три девчонки спрыгнули. Мы не поехали с паровозом. А тут ворота были, и мы заходим. Заходим, там была избушка. Смотрю, с избушки идет солдат. И прямо красный, новый, вот у него, и погоны новые. Автомат, оказывается, это разведчик немецкий. Немецкий? Да. Мы идем гуськом, так дорожка была. Он подходит к нам, и вот так вот. Вот. Четыре раза, и мы в снег полегли. Хотели спросить. Я вторая шла. Прошел. Прошел, мы пока поднялись. Пошли туда. Уже маневровый зашел. А он стал напереде пускать ракеты голубые. И давай нас состреливать. Не набрали мы никакого угля. Вот. Но никто не погиб. И в этот же день сколу подорвали, да, первые. А как он вас расстрелил? Из чего? Из какого оружия? Автомат у него. Автомат был? Да, автомат. И наши погоны, понимаете. А немецкий разведчик. Вот только вот видела. Но больше не видела немцев. А раненых наших бойцов видели? Уходилось? Ну, раненых вот было возле Казанского вокзала. Там госпиталь был. Там я не могла проходить. Там рубочки сидели на окнах. Такие вот наши солдаты. Вот идешь, на окнах сидят. Без руки, без ноги. Очень страшно. А потом у нас на вокзале погибли. Вот сколько. Тоже я на вокзал побежала, смотрю, там все наши. Как выжили, не знаю. Ну, вот как выжили? Вот как? Вот правда, как выжили? Вот я вот... Как дети могли выжить? Вот я не знаю. Вот я ушла с общежития. На мне телогрейка. И брюки ватные. И валенки вот большие. И все. Не посмотрела, штора висела черная там. Ой, я вернулась, я сняла ее. И с этой шторы я пришла. Думаю, может, я сошью что-нибудь с этой шторы. Одежду какую-нибудь? Ну, что-то. Так тяжело. Закончился год 41-й. Дальше. Все эти годы вы так и оставались на этом месте? В 42-м году, 2-го мая, меня послали учиться на дежурную по станции. И в 40... А куда? Куда послали? В Москву. Да, в Москву я ездила. И в 42-м году, вот, меня наградили орденом Красной Звезды. Вот, и мне дали комнату, девчонка еще дали комнату. И я стала дежурным работала. Я здесь... Так и проработали. В Дмитриеве работала, в Катуаре работала, в Каналстрое, в Иванцеве. Куда пошлю туда? Дежурная по станции. Да. Ведь огромный же был наплыв поездов, ведь эвакуировала вся Москва, все заводы. Как железная дорога могла работать в это время? Вот снег, посылает снегочиститель, очищает, путь идет. И действительно, эти моря, кто-то замерзает, нету этого, погоды, самолеты не летят. А железная дорога круглые сутки. По всей большой-большой стране. Да. Так что, очень ей... А столько вагонов побитых, а сколько... Ой, нечего было совсем вот... Нечего было. И поросячие, и свинячие все собирали хоть вагоны. Топить нечем было. Уже в 1942 году угля не было. Уже вот топили дровами. Попробовали торфом топить. Торф не годится. Как восприняли вы, и вообще все, кто был с вами вместе, известие о победе? Я работала дежурном по станции в Катуаре. Значит, 8-го числа я работаю, тепло так, и окна открыты в поездах. И все пассажиры дежурные, была победа, была победа. Объявили ее в 2 часа ночи. Ночи даже? Да. Я приехала домой уже, вот у меня там на вокзале, вот маленькая домишка, еще он целый. Вот. И ночью это Левитан объявляет. Скакаю, и все, понимаете. Вот станция... Станция отправляла этих солдат. Станция принимала солдат. Приезжали они на станцию, чтобы домой пройти. Вот. И все собрелось на станции. Что только было. Кто ночных рубашек, кто... И плясали, и плакали. То есть вот так вы встретили День Победы. Да. На этой же станции. Да, на этой же станции, в которой работала. И вот я до 8 вечера доработала, Победы не было. А ночью 2 часа, вот, проснулась, у меня приемничек был. И тоже вышла на улицу. Вообще сколько только было. Мария Тимофеевна, а с экипажем бронепоезда вам удалось встретиться? В 1966 году был приказ, что никто не забыт, и ничто не забыто. И стали уже первые удары армии. Вот Кузнецов приезжал сюда, к нам. А идет сцена и говорит, мам, пошлю в рощу. Говорит, много военных и с оркестром, что-то там будет. Вот я пришла в рощу, так накинула на себя чего. Вот, Илюлюшенко генерал открывает, вот он, монумент открывает. И когда встала, а я их не знаю, бронепоезда, я же никого не вижу, не видела. Вот, и когда он отошел, я подошла, я говорю, товарищ генерал, разрешите к вам обратиться? Он говорит, пожалуйста. Я говорю, а кто есть здесь бронепоезда 73-го? И он закричал, Маша. И они как сбежали все, как начали меня кидать. Качать. Качать. Вот бросают, здоровые, крепкие, я перепугалась, я говорю, да вы что? И вот мы с ними познакомились. И вот каждый год, 28-го, они приезжают в Яхру, иногда я их встречала. А то я жила в бараке на станции здесь. Я их принимала, ну, человек 12-15. Идут по бою пешком. И я их принимаю. Принимаю я их, это, печка горячая, холодно. И пироги им пеку, и картошку. Они любили картошку, капусту дмитровскую. И однажды муж стоит и говорит, мать, генерал идет. Я говорю, как генерал? Да, говорите, ребята прошли с генералом. Вот я говорю, а чем же я его вдруг кормить, генерала? И он, знаете, он сел, Лилюшенко, небольшого роста такой. Вот, и промочился, станция в воде была, сушили его, там носки сушили. И он так ел, и грибы ел, и капусту ел. Говорит, я как в ресторане, говорит. И это Лилюшенко за неделю мне сделал квартиру. И мне дали двухкомнатную квартиру. Ну вот что генералы делали. Ну и говорите, если бы ты, говорит, ну не знаю, если бы никого не было на станции, бронепоезд, все, свалился бы, и все. Даже вот они мне две квартиры, вот дали мне два сына. Женились, и в двухкомнатную квартиру три семьи. Приезжает генерал Листицын, и вот где ему паровоз, это, как его, Знаменский. Знаменский. Знаменский Сергей Федорович. Ну как же вы тут живете? Я говорю, ну как живем? Ну надо встать на очередь. Я говорю, мне только дали. Кто нас поставит на очереди? А железная, отдал город. А железная дорога. Я говорю, железная дорога не дает. И они от меня спросили, а где у вас там начальство-то? Я сказала. И они пошли на комиссию, и там мне дали квартиру. На вокзале, вот, в двухэтажном доме. Вот я с девятиэтажного перешел, мы с мужем, а там оставили два сына. И вот все приезжали, и никого сейчас нету. И вот Знаменский уже совсем болел, он не мог сюда приехать, и звонит мне, говорит, Маша, мы уже, говорит, у Дмитров не сможем приехать. Мы очень любили его, мы защищали его. Ты, говорит, промолли, про нас хоть слово. И вот я не за себя, что я тут сделала. Я все вот про их говорю, что такой они были. Одно путь, и с обеих сторон немцы. И все же они выиграли бой. Стихотворение рассказать вам о этого монументе? Вот его открывали все, я там была, все железнодорожники и все. Среди дат есть такая дата, В котором город тихий наш вошел в историю солдатам, Известной каждому сейчас. На Перемиловских высотах, Где небо синь так глубока, На всех широтах он виден весь издалека, Он весь порыв, он весь отвага, Одно стремление вперед, Не сдать высот, назад ни шага, Там сжал победу весь народ. Мария Тимофеевна, а в чем секрет долголетия? Вот расскажите, как вы считаете, почему? Вот столько лет вы прекрасно выглядите. В прекрасном состоянии память у вас. Вы все помните, во всех вопросах... Квартира, чистота, сама все обеспечивает. Вот в чем секрет? Окна. Огород. Огород еще. Посадила, посадила морковь, капусту, Огурцы мне звонит. Да. Ну, дело в том, что в труде. Трудолюбие. Трудолюбие. Я люблю чистоту. Вот я говорю, вот стрелочницы, Меня бы, наверное, не взяли, Я не понимала. А я как пришла на пост, Ведро стоит ржавое, Кружка ржавая, Это грязно. Я возьму все почисть, Уже они присматриваются, Уже стали меня подлизываться. Вот так я вот с малых лет. А потом я все время сама, Меня никто не защищал. Даже вот в Москве сын Боится назвать, что мать стрелочница. Мама, а что ты стрелочница? Я говорю, ну, а куда? Что же я в генерала пойду? Я говорю, сразу в деревню. Он стесняется, что я была стрелочницей. А есть где-нибудь памятник стрелочникам или нет? У нас город воинской славы. А, город воинской славы? И вот томба, вот стела. Там я стою, стрелку перевожу. В 2009 году. Почетный гражданин города Дмитрова. Аллея славы есть. Там каштан. В честь нее табличка. В честь Барсученко Марии Тимофеевны. Почетный железнодорожник России. Что в музее все о ней есть. Так вы не считаете, что вы подвиг совершили? Она? Я не считаю. Я вроде работаю. Я не убила ни одного немца, ничего. А вроде я вот делала свое дело. Она выполняла долг солдата, потому что железная дорога была. На военное положение. Да. Вот вы меня последние снимаете, ребята. У меня 97 лет. Ну ладно, семь лет к ладу я ее прибавила. Так что вот такая была у нас война. Мы не дрогнем в бою за столицу свою, Как родная послата врага. Нерушимой стеной, А в народной стальной разгромим, Уничтожим врага. Мария Ивановна, мы вас благодарим сердечно, Что вы выдержали наш натиск. Поверьте, наши сегодняшние труды не пропадут. За здоровье за ваше, Большущее спасибо. И все, что сегодня сделано, Для потомков очень большое значение имеет. Мы не дрогнем в бою за столицу свою. И уйти такой прям бух, Бух, Это очень страшное. Маленькое. Но я лежу, И так далее я говорю, Летел немецкий с панолотом. Он говорит, Закрой сенофон. Он говорит, Что будет собежать на кореонке. Вот я кричу, Девчонка, Рожитесь, А сама ребёнка была Тут на краю. У озера у нас прям было возле этого. Мария Екатерина, Таисия Дмитриевна, Ну, посмотрели фильм. Я так думаю, И как они там снимут? В целом, Таисия Дмитриевна, Как фильм? Мы поймали тему, Сохранили. Уж такую тему. Зерно эпохи и вот этого события. Как хорошо, Таисия Дмитриевна. Хороший фильм. Я считаю, Что очень правдиво, Исторически Всё снято. Ни одной фальши нету. Ну, Работу принимаете? Да. Вот у вас сейчас есть возможность Вот просто напрямую обратиться К тем, Кто будет смотреть Эту работу, В будущем этот фильм. Что вы можете сказать? Как надо любить свою родину? Что надо делать? Вот... 69-го года Я ходила в школу, И всё я говорила, И всё я говорила. Кто вот... И сейчас приглашает, И все. Я говорю, не могу. Уже у меня последние силы. Конечно, Надо браться за молодёжь. Молодёжь стала Лениться. Вот молодёжь стала Курить. Стали Это... Наркотики. Вот. И я говорю, вот сижу И это... И думаю, мы перестарались все. Они не видели голода. Идёшь, и возле помойки Стоит нарезанный батон. Это вообще... Вот. Нужно немножко сценами определиться. Попробуйте доехать До Москвы. Сколько он... Лазить через заборы На вагоны. Вот. Билеты надо Немножко сократить. Чтоб люди Это... Могли ехать, А не лазить И по вагонам. Потому что, как хочешь, Вот сегодня Ишёл там Эта колбаса. Разобрали. На завтра её Наценили, Чтоб побольше. Чтоб Контролировались цены. Проверялись продукты. Смотрите, Это фильмы, Считайте книги, Как раньше мы жили, Голодали. Всё, цените. Вот. Чтобы Жить хорошо, Надо трудиться, И надо Любить свою родину, Защищать, И любить Самого себя. Мы не дрогнем в бою За столицу свою Нам родная Послана Врага. Нерушимой Смелой Поворотой Смелой Разграбим Уничтожим Врага. Нерушимой Смелой Поворотой Смелой Разграбим Уничтожим Врага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова